Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Тем более, хотелось бы сказать, что процентов 80 пешеходов у нас одеты в темно-серую одежду, и, как правило, они сливаются с проезжей частью. Поэтому у нас как раз в такой период наезды увеличивается. Скажите, пожалуйста, вот именно в этот период, что можно и нужно сделать? Давайте сначала водителям, да, потому что они тоже, получается, в группе риска. Пешеход может выскочить нежданно, негаданно, его не увидишь. Как водителям уберечься от таких ситуаций? Ну, в первую очередь, хотелось бы напомнить водителям, что при подъезде к пешеходному переходу вы должны в любом случае снизить скорость и приготовиться к тому, что может выйти на пешеходный переход внезапно пешеход. Соответственно, чтобы на него не допустить наезд. И тем самым, конечно, нужно повнимательнее ездить на дороге и обращать внимание. Ну, то есть, в принципе, банальное правило, но действительно их соблюдение спасает жизнь и судьбу, если говорить о водителе. Если говорить о пешеходах, сейчас, конечно, надо заострить внимание на чем? На одежде? Чтобы она была ярче? Да, хотелось бы также напомнить и нашим пешеходам, они тоже являются участниками дорожного движения, тоже активные участники дорожного движения. И хотелось бы, конечно, самое банальное, это носить световозвращающие элементы. То есть, это различные брелки, браслеты. Даже если вы не хотите их надевать или прицеплять к одежде, вы можете также прицепить к сумке или к чему-то еще, для того, чтобы было заметнее. Потому что при использовании таких элементов водитель замечает пешехода на расстоянии примерно 180 метров. Если таких световозвращающих элементов нет, то водитель только может видеть пешехода на расстоянии буквально 18-20 метров. Что у него нету прям такой возможности вовремя затормозить и, соответственно, не допустить наезд на пешехода. То есть, получается, цена жизни – это цена такого брелока, может быть? Я думаю, да. – Скажите, пожалуйста, размер подобных элементов имеет ли значение? – Размер не имеет. Чем больше, тем лучше. – Понятно, что в группе риска дети. Какой инструктаж провести родителям для детей? – Значит, инструктаж провести такой, что с 1 сентября они все у нас пошли в школу. И, как правило, у нас дети, именно школьники – это самые активные пешеходы. Потому что они ходят из школы домой, из дома в школу. Соответственно, обязательно тут уже не то, что рекомендуем, а обязательно, чтобы они носили световозвращающие элементы использования везде. На ранцах, на сумках, на одежде. Одевались в яркую одежду. Ну и, соответственно, соблюдать правила дорожного движения. – Давайте напомним основы поведения при переходе дороги. Что и взрослые дети обязательно должны сделать? – В любом случае, хотелось бы сказать о том, что мы постоянно ведем анализ всех дорожных транспортных происшествий. И мы учитываем не только основную причину ДТП. Например, водитель сбил пешехода на пешеходном переходе. Или пешеход переходит дорогу в неустановленном месте. Мы также проводим анализ таких пешеходов, которые перед наездом на них, они смотрели по сторонам, находились в капюшонах, использовали телефон, разговаривали по нему. Мы также проводим такую статистику. Если мы такие факты выявляем, то даже если пешехода собьют на пешеходном переходе, мы также и привлекаем пешехода к ответственности. – Да, к ответственности, потому что в любом случае при выходе на приручайся он не должен говорить по телефону, он должен посмотреть обязательно по сторонам и, соответственно, быть тоже внимательным. – Да, предельное внимание и все-таки не стоит ни на что отвлекаться. Я правильно резюмирую эти рекомендации? – Да, конечно. – Дамир, спасибо вам большое. Я, конечно, нам всем желаю, чтобы не было у нас повода для подобных разговоров, чтобы все-таки все спокойно было в этом отношении в нашем городе. А вам спокойного рабочего дня. – Спасибо. – Вам, уважаемый, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Дамир Гелезидинов, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД ОМВД России по городу Перми. Будьте осторожны, пожалуйста, и самое главное, детей предупредите, чтобы соблюдали все правила дорожного движения. Пусть все у нас будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова